Продолжение следует... Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередной мой автомобиль Subaru Legacy И сегодня я поделюсь с вами своим мнением Что же такое Subaru и какие эмоции этот автомобиль может подарить вам Поехали! Данная модель Legacy выпускается с 2003 по 2009 год В 2006 году произошел рестайлинг данной модели А конкретно поменялся немного внешний вид Про моторы и про длину и ширину автомобиля Я не буду вам рассказывать, вы это можете посмотреть Вы это уже, я уверен, знаете при их обзорах Я остановлюсь сегодня конкретно на своем экземпляре и на своей комплектации Конкретно мой экземпляр осващен двухлитровым турбированным мотором Который выдает мощность 260 лошадиных сил Также у него установлена пятиступенчатая коробка автомат И постоянный полный привод А по поводу двигателя хотелось бы отметить Что здесь ставилась твинскрольная турбина Это означает некую схожесть с твинтурбо По динамике, по подхватам То есть турбина начинает подхватывать уже с низких оборотов Но она одна И то есть технически Subaru упростила это решение И технически твинскрольная турбина Более усовершенствованная и более простая, чем твинтурбо Также к особенностям моей комплектации Хотелось бы отметить задний дворник Как на многих японских седанах И стойки Бельштайн Которые придают дополнительную жесткость В то же время наилучшую управляемость данному автомобилю Также хотелось бы отметить, что здесь у нас стоит оппозитный двигатель Что это значит? Объясню вкратце для тех, кто не знает Цилиндры у нас работают противоположно по отношению друг к другу То есть это не V-образник, где у нас развал угла до 90 градусов И нерядный мотор Оппозитники отличаются тем, что... Блядь, как бы... Ну все нормально, что ты начал швякать, хуякать Оппозитники? Серийно сейчас оппозитный двигатель ставится только на Subaru и на Porsche Какие плюсы я могу отметить лично для себя Что я ощутил, что мне понравилось? Во-первых, у него довольно-таки приятный звук Несмотря на то, что здесь всего 2 литра Ну кажется, как будто у нас под капотом стоит какой-то породистый агрегат Более большего объема Также из-за того, что он оппозитный Сам двигатель повторяет форму плиты, можно сказать То есть он невысокий, он довольно-таки плоский и широкий И благодаря этому у нас центр тяжести в автомобиле находится внизу Соответственно, вес в автомобиле лучше распределен Автомобиль более сбалансирован И рулежка, ну рулежка довольно-таки хорошая реально Я до этого снимал обзор на Honda Legend И в нем я также рассказывал, что рулежка мне очень понравилась В Subaru рулежка, я не могу сказать, что она хуже или лучше Она немножко другая Но автомобиль рулится очень классно Он не заваливается в поворотах, у него минимум кренов И это позволяет нам совершать виражи на высоких скоростях И делать это безопасно Продолжая тему мотора, хотелось бы отметить некоторый нюанс Многие люди боятся оппозитных двигателей по незнанию Все считают их ненадежными И то, что там каждые 30 тысяч движок летит Но на самом деле при должном обслуживании Эти двигатели считаются не менее надежными, чем обычные рядные четырехцилиндровые Просто за ними нужен больший уход и большее внимание Например, частая замена масла Это нужно также для сохранения жизни нашей турбине Лично я меняю масло каждые 5000 километров И думаю, это оптимальное решение Если вы хотите, чтобы ваш мотор и ваша турбина простужили вам долго Ну, а даже в самом худшем случае Если все-таки вы возьмете такой автомобиль И у вас ляжет мотор Стоят они недорого За 30 тысяч вы спокойно найдете мотор в хорошем состоянии С Японией поставите И не будете там бед Продолжая тему субаревских моторов Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев Люди покупают эти автомобили для того, чтобы их дальше тюнинговать И Subaru этому очень легко поддается То есть благодаря турбине Эти автомобили легко перепрошиваются Также внося некоторые доработки Вы можете довольно-таки неплохо увеличить Мощность вашего автомобиля Поднять количество лошадиных сил Крутящего момента И все это будет стоить недорого То есть Subaru Сейчас в моем понимании Это такой некий конструктор В хорошем смысле этого слова То есть взяв автомобиль Subaru Вы можете из него собрать в принципе то, что вам нужно И все запчасти, как я уже говорил Для тюнинга стоят Относительно небольших денег Как мне подсказывает мой оператор Subaru оставляет огромный простор для вашего творчества Вы можете собрать из него то, что хотите именно вы То есть в принципе, как я уже сказал Двигатель мы можем отнести к плюсам данного автомобиля Нежели к минусам И это наверное самый дорогой агрегат в данном авто Поехали дальше К плюсам я также могу отнести коробку Лично у меня стоит 5-ступенчатый автомат И по отзывам многих Subaru Это просто неубиваемая коробка То есть она во-первых Выдерживает и увеличенная Нет И по мнению многих Subaru Это действительно неубиваемая коробка Люди чипуют их, перепрошивают Ставят более мощные турбины И эта 5-ступенчатая коробка Все это держит То есть чтобы ее убить Ну нужно постараться реально Вы ее можете убить, если вы будете постоянно стартовать с двух педалей Да, это она не любит Но в целом, даже при активной езде Если вы будете менять масло периодически в ней Я думаю, она прослужит вам довольно-таки долго Поехали дальше Основной, наверное, плюс Subaru За который все его любят Это полный привод Легендарный субаровский полный привод Который тащит всегда и везде Хоть зима, хоть лед Это очень важно Потому что это безопасность в первую очередь И я думаю, многие люди выбирают Subaru Именно поэтому За постоянный полный привод Что еще хотелось бы отметить в данном автомобиле Как я уже говорил Мне очень нравится посадка То есть сидение с боковой поддержкой Реально очень удобное, на мой взгляд И также рулевое колесо То есть мне оно кажется Возможно, это просто Мое какое-то впечатление и воображение Но мне оно кажется Что оно меньше по диаметру Чем на аналогичных автомобилях Чем на других, которые были у меня до этого То есть вот взявшись двумя руками за руль Реально мне очень удобно Кажется, как будто рулевое колесо немного меньше И управлять им, соответственно, еще более интересно Также мне нравятся лепестки Которыми очень удобно управлять в ручном режиме И я часто ими пользуюсь И хотелось бы вам рассказать про три режима Subaru То есть здесь мы можем выбрать режим То есть как вы хотите ехать Спорт Либо же Интеллигент Либо Спорт Шарп Спорт Шарп мы можем включить Нажав клавишу на руле Вот кнопка Спорт Шарп И у нас режимы отображаются Под тахометром на бортовом компьютере Спорт Интеллигент Спорт Шарп Естественно, Интеллигент Это самый простой режим То есть, например, если вы хотите посадить свою девушку за руль Можете поставить Интеллигент И как бы она не расшибется на ней Спорт это, ну, нечто среднее Обычно я езжу на Спорте А Спорт Шарп Это, типа, самый активный режим Он у вас может включиться только после прогрева Соответственно, если вы на холодную завели автомобиль И прогреваете То у вас автомобиль будет просто в Спорте Либо в Интеллигент Смотря в каком режиме Вы оставляли его до этого То есть, если даже он был в Спорте Потом в Спорт Шарп вы перевели Вы заведете, он будет в Спорте Прогреется Только после этого он перейдет в Спорт Шарп А также из приятных опций моей комплектации Это руль Momo Который ставится на эти автомобили с завода Мелочь, а приятно Из оснащения салона у нас есть двухзонный климат-контроль Приятная мелочь То, что он двухзонный Потому что на европейских Legacy На многих я встречал Однозонный климат-контроль То есть на японских, как ни странно Получается более богатая комплектация В чем-то Также у нас есть мультимедиа CD-ченджер на 6 дисков Играет, на мой взгляд, средненько То есть могло бы быть гораздо лучше Даже не будем включать Слушать нечего Селектор коробки передач У нас имеет ручной режим При переводе в ручной режим Мы можем пользоваться лепестками Как я вам уже говорил Пониженная, повышенная То есть она у нас будет ображаться Между спидометром и тахометром Я думаю, сейчас вам должно быть видно Давайте теперь перейдем к минусам данного автомобиля Я думаю, тема для вас интересна И все вы хотите услышать Какие минусы есть у Subaru Есть такой стереотип, что не бывает Subaru Которые не жрут масла Или которые будут сухие снизу Если поднять их на подъемнике Конкретно моего экземпляра Меняя масло, как я говорил Каждые пять тысяч километров Я не доливаю ни грамма масла Subaru Ни грамма масла я не доливаю Никаких течей нет Все сухо Жора масла нет Все круто, езжу активно То есть я готов развеять этот миф То, что Subaru жрет масло Если у вас нормальный, неушатанный мотор Она не будет жрать масло Единственный минус, который я могу выделить Опять же, это на мой взгляд В связи с тем, что марка не очень популярная в России Как мне кажется То есть у нее есть, у этой марки определенный круг любителей Субаристов Она не очень ликвидна на вторичном рынке Опять же, я могу ошибаться Но все-таки я считаю это так Их не так много в продаже И человек, который рассматривает себе какой-то автомобиль на каждый день Не знаю, возьмет ли себе Subaru То есть марка не очень популярна, по моему мнению И на мой взгляд, это единственный минус Который я могу выделить в этом автомобиле За все остальное, как я уже говорил Я могу сказать, что это скорее плюс Мотор, коробка, полный привод В целом обслуживание автомобиля Не требует с вас каких-то колоссальных денег А эмоции дарит Эмоции дарит высшие просто То есть реально от управления этого автомобиля От его рулежки От звука двигателя Пусть и двухлитрового, четырехцилиндрового двигателя Вы получаете приятный звук, музыка для ушей Каждый день, заводя его или где-то наваливая Ну, вы получаете наслаждение А разве не это главное в автомобиле? Я считаю, что в нашей стране она действительно Обделена вниманием И Subaru лично для меня Стала чем-то большим Чем просто какой-то бренд Раньше, скажу честно, я не понимал эту марку И не воспринимал субаристов Я не понимал, за что они ее любят Деревянный салон, в котором ничего нету Как бы все довольно-таки скудно, дешево и бедно Несмотря на то, что вот у меня Legacy Это а-ля бизнес-класс от Subaru Опять же, сравню с легендой С Honda Legend После легенды я сел в нее И, ну, скажу честно, я подумал Что это за ведро? В салоне довольно-таки скучно, неинтересно Но по езде в какое-то время Я понял, в чем плюсы и в чем кайф этого автомобиля Это драйв и эмоции Которые Subaru дарит вам каждый день Субтитры сделал DimaTorzok Мог бы я рекомендовать к покупке данный автомобиль? Да, мог бы Вы можете выбрать себе комплектацию До налоговую, то есть до 250 сил Это будет оппозитный трехлитровый мотор Если вас не пугает налог Либо же, там, сделан сват какой-то на автомобиль Можете взять, где будет вообще там 150 кобыл По факту будет 300 То есть человек ее доработает Вы будете кайфовать с нее реально каждый день И повторюсь, даже если что-то у вас в техническом плане пойдет не так Запчасти стоят недорого Вы соберете ее заново под себя Будете кайфовать Будете получать драйверские ощущения И садясь за руль этого автомобиля каждый день Лично я всегда испытываю такое приятное чувство Мне нравится просто на нем ехать И причем нравится ехать быстро Да, конечно, я стараюсь соблюдать правила дорожного движения Не мешать другим участникам движения Но этот автомобиль провоцирует тебя на активную езду Псев в него Ты ощущаешь себя Может быть это покажется смешно Но это мое мнение Псев за руль этого автомобиля Ты ощущаешь себя как пилотом болида Формулы 1, я не знаю Его рулежка, его динамика Позволяют себя действительно так чувствовать Если вы любите быструю активную езду За бюджетные деньги Subaru это ваш вариант Всем спасибо, друзья Ждите новые видео на канале Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бл*** Которые придают лучшую И так же сто... Бл*** Ух ты, хух ты, блядь, как на коне, блядь. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь.